на молотые надо и привесы посевная уборочная готовность сельхозтехники некоторые хейтери прямо сейчас скажут ну вот бт опять колхоз потянула снова эти журналисты топят за стабильность в прайм-тайме выходного дня конечно критиковать сидя сытым на диване у телевизора или писать гневные комментарии ютюбе под этим проектом да еще при этом закусывать теми же чипсами легко ладно пишите но прежде поразмыслите вот над чем сегодня в агропромышленном секторе задействовано около 8 процентов от общего количества занятых в экономике страны только в прошлом году благодаря труду этих людей беларусь получила почти 6 миллиардов долларов а в целом сельхозпроизводство занимает почти семь процентов ввп страны во время пандемии работа агропромышленного комплекса не останавливалась ни на секунду в кобидном испытании победили национальные интересы особенно в такой фундаментальной сфере безопасности государства как удовлетворение самых нужных потребностей населения это отметил и глава государства во время совещания о текущей ситуации в пк страны и все же нерешенных задач еще хватает памятники нашей безхозяйственности мелиорациям так называемая диктатура и порядок сельском хозяйстве и это вопрос номер один сегодня о перспективах проблемах и путях решений этих самых проблем говорим с доктором биологических наук вице-премьером и просто человеком от земли александром субботе ли александр михалыч мое почтение в районе уже пообедали не получилось пока а что как правило любите на обед не капризный поэтому что есть и и что-нибудь из овощей и нашу традиционную картошку тушеную с грибами что-нибудь такое но и мясного чуть-чуть то есть бульба наших без этого никак нашу беседу я неспроста начал с вкусной темы о продовольственной безопасности уделяется очень много внимания в том числе и со стороны главы государства и вот после совещания у президента по теме а пока я знаю что вы здесь собрали совещание свое с губернаторами министром сельского хозяйства о чем говорили-то было продолжение того разговора который был у президента потому что многие вещи может и не правильно сразу выносить на президента не обсудив здесь и вроде бы мы работаем системно и по-домашнему можно сказать со всеми губернаторами но такая вот эксклюзивная возможность когда всех удается собрать в одном месте это бывает очень редко сами вообще можно спорить губернатором можно почему у нас достаточно такая свободное общение поэтому каждый губернатор высказывает какие-то идеи предложения и зачастую вот эти предложения высказаны именно губернаторами они потом ложатся в основу каких-то законодательных актов которые тиражируются потом уже на всю страну тем не менее какие сегодня задачи стоят перед аграрным сектором как минимум остаться на тех позициях на которых мы уже и лучше всего прибавить без громких слов скажу что мы полностью себя обеспечиваем по продовольственной безопасности более того по производству продовольствия мы во всем мире уже есть такая оценочная программа мы на 23 месте там 113 стран оценивать даже наши ближайшие соседи они остались за спиной у нас поляки по моему 24 место 23 россияне на 22 все 4 украина вот и у нас в разы больше на душу населения производится молока и мясо соответственно тот та задача которая была в конце девяностых начале двухтысячных накормить себя и накормить то есть продовольственная безопасность не просто мясо и молоко это должно быть рацион разнообразно то есть это должно быть несколько продуктов которые удовлетворяют все потребности человеческого организма в микроэлементах макроэлементах витаминах поэтому достигший этого отрасли идет на то чтобы зарабатывать валюту на на других рынках и все же сегодня доброжелатели то и дело хейтит нашу экономику а каждый день так называемые эксперты делают все более страшнее и страшнее прогнозы достается естественно и сельскому хозяйству конечно проблемы есть какие основные проблемы есть проблем очень много поэтому мы работаем с утра до ночи здесь и проблемы наверное очень много таких тактических там где-то нехватка удобрения надо быстрее закрывать там где-то искать возможность топливом обеспечить чтобы не остановилась посевная ведь сейчас именно сейчас пиковые потребности в горючих смазочных материалов там на перспективу нужно смотреть по оснащению машино-тракторного парка там комбайны нужно уже на август июль смотреть где-то добавить где-то поменять и поэтому там где-то зерносушильные комплексы готовить постоянная модернизация ферм постоянный мониторинг как тщательно исполняют технологические приемы то есть и ведь в селе мелочей тоже нету село стало последнее время наверное одно из высокотехнологичных отраслей и даже если хоть маленькое звено выпадает то вся цепочка рушится и мы не получаем того результата который могли получать а как быть с убыточными хозяйствами ведь президент сказал что денег не просите зарабатывать в каждой области свои подходы отработаны медленно но уверенно этот корабль поворачивается в нужную сторону в прошлом году в полтора раза уменьшилось убыточных хозяйств но конечно же в каждом регионе есть еще и хозяйство убыточные и те которые очень сложно выживают которые постоянно требуют дотации государственных но мы идем к тому чтобы их как как можно быстрее ну не ликвидировать наверное слово не некрасиво а превратить в более успешные хозяйства либо путем присоединения либо оздоровления либо перепрофилирования то есть единого рецепта стандартного нет в этом году природа и погода к сожалению не баловали аграриев тем не менее сев ранних яровых зерновых фактически завершён но еще предстоит много работы по посевной кампании президент поставил задачу до 9 мая основной работы завершить справитесь сев начался позже на три недели так погода распорядилась но тем не менее если посмотреть даже по сводке то темпы намного интенсивнее идут чем в прошлом году я думаю что до 9 должно успеть вопросы может возникнуть по северным регионам там все-таки и погода чуть-чуть отличается от центральных южных и все-таки еще не во все поля можно въехать на на техники но тем не менее будем пробовать будем стараться белорусские аграрии посеяли ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры на площади 736 тысяч гектаров сев завершен во всех областях кроме витебской где работа осложнили погодные условия на данный момент в регионе посеяно более 80 процентов от запланированных площадей значит массовый сев льна ярового рапса картофеля кукурузы в планах получить не менее 10 с половиной миллионов тонн зерна включая колоссовые кукурузу и рапс отработана структура посевных площадей с акцентом на более урожайные сорта для обеспечения внутреннего рынка отечественной продукции а также наших перерабатывающих предприятий сырьем увеличены посевные площади под гречиху какие виды на урожай ожидаем наверное как минимум такой же урожай как и в двадцатом году порядок на земле на селе это наверное в том числе и о памятниках нашей безхозяйственности я имею ввиду старые заброшенные фермы водонапорные башни да и в целом наверное в сельской местности присутствуют заброшенные дома вот как здесь решить эту проблему потому что президент требует навести там порядок мы бросили старые фермы и на крышах растут деревья мужики два-три года все убрать или закопать на месте и очень глубоко чтобы не мешало пахать чудеса захламленная ферма среди поля бывшая ферма где стоял скот и водонапорная башня смотрите памятник нашей безхозяйственности приводите все в порядок сама концепция как максимально быстро и максимально легко вовлечь вот эти земли вовлечь вот эти участки в оборот чтобы люди брали чтобы была возможность расчистить там посадить сад или что-то еще поэтому я думаю должно получиться у нас в этом году более интенсивно навести порядок и в деревнях и в населенных пунктах различных но и вот как вы говорите пустующие когда памятники безхозяйственности которые стоят посреди поля где-то на крайне леса поэтому все в наших руках осталось только работать это будет сравниваться землю тишь заброшенной фермы водится все в оборот тут нету единого рецепта я думаю в каждом случае будет все индивидуально рассматриваться и опробоваться где-то люди будут брать где-то будет инвестор приходить где-то где нет уже возможности будет сравниваться с землей проводится рекультивация где-то восстанавливаться где-то модернизироваться поэтому наверное универсального рецепта одного на всех нет везде будет по уму и по хозяйски миллиардивная проблема глава государства ставит жесткую задачу навести порядок на земле и что касаемо миллиарированных почв как здесь будете решать задачу мы пойдем на землю это как бы основное мы в первую очередь будем работать и восстанавливать то где это максимально легко и быстро сделать и там где мы максимально быстро получим от этой земле отдачу и потом постепенно конечно же восстановим все то что было еще сделано в советские времена до конца остановим начнем это системно обслуживать и при необходимости будем продолжать дальше эти работы в прошлом году заработали порядка шести миллиардов долларов 2025 на экспорте сельхозпродукции белорусская в планах 7 миллиардов реально я думаю реально потому что как вы видите и технологии все более современные все более прогрессивные приходит в наше сельское хозяйство мировые рынки оживают несмотря на воздействие пандемии спрос на продовольствие растет выросли мировые экспортные цены на сахар растительные масла зерновые молочную мясную продукцию на отечественных перерабатывающих предприятиях большое внимание уделяется производству экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью это говядина мясо птицы колбасные изделия мясные и молочные консервы другая продукция за январь февраль этого года экспорт составил 913 миллионов долларов что касается экспорта в целом то за год планируется поставить сельхозпродукции продуктов питания на сумму порядка 6 миллиардов долларов основные направления рынке стран снг в том числе россии далее страны азии персидского залива африки европейского союза наша наука тоже не стоит и пред начинает предлагать уже начиная от новых сортов новых пород животных и заканчивая там средствами химической защиты технологиями обработки техники плугов и так далее сейлы поэтому технологично мы подрастаем с каждым годом это первое ну и второе самое главное что чувствуется что люди начинают все более явно поворачивается в сторону земли начинают приходить на землю начинает появляться хозяева которые работают будь то фермер или будь то руководитель какого-то хозяйства различной формы собственности вообще агропромышленный комплекс представляет собой в том числе такую плодотворную почву где плодятся небылицы фейки как можете прокомментировать вот некоторые из них например о том что белорусских норок нашли коронавирус и их собираются массово уничтожать конечно всегда истинно где-то рядом да такая пословица есть коронавирусная тематика конечно в мире наверное это топовая тема тема номер один вообще не только этот год наверное и прошлый весь было и это норка как биологическая система одна из самых подходящих для развития коронавирусной инфекции все слышали этот целый скандал что в дании там по вырезали огромное количество миллион этих норок и так далее так далее соответственно наши звероводы в этом увидели нет худа без добра в этом увидели шанс того что конечно будет дефицит меха и мы на этом скажем безумие можем немножечко очень хорошо продать свой товар в тот же китай на тех же аукционных и заработать чуть чуть больше денег скажу честно да действительно у норок был выделен вирус коронавирусные но тут ничего такого вопиющего не было проведены целые целая система ветеринарных санитарных мероприятий ну и удалось просто не допустить массового падежа норок сохранить отрасль по большому счету а сегодня норки болеют сегодня удалось вот так вспышкой или то-то попытка вируса захватить и и наше звероводство она научила тому что на всех объектах животноводческих даже на на зверофермах должны быть исключительные меры биологической защиты ну и конечно всегда нужно держать в тонусе и соблюдать максимальные меры безопасности будь то биологической и так далее поэтому сейчас удается пока предотвращать попадание вируса заново в эту популяцию норочью на прошлой неделе деструктивные телеграм-каналы начали массово тиражировать новости о сахарных заводах из четырех которые есть у нас якобы три банкрота денег нет людей массово начинают увольнять да и вообще стране осталось сахара на три дня вот как можете это прокомментировать знаете я скажу так специфика сахарной отрасли такова что данный момент переработка сахара сахарной свеклы она заход завершилась сейчас идет началась уже подготовка к следующему сезону когда будет собираться сахар то есть август сентябрь и так далее вот такая особенность поэтому одна из вообще задач чтобы людей за счет по не только ремонтом были заняты но еще какое-то производство с использованием сахара на этих же заводах можно было наладить связи с этим вот на городейском сахаром заводе стали делать конфитюры повидло и для кондитерки и таких маленьких баночках средних больших и прочее что касается банкротства мы в этом году запланировали поставлена задача собрать где-то 5 миллионов тонн сахарной свеклы почему потому что в прошлом году собрали чуть меньше упала цена на сахар но мы видим что цены на продовольство в этом году растут что мы уже с вами отмечали да и связи с этим связи с такой вот конъюнктурой на сахарном рынке и в российской федерации фермеры и в россии меньше посеяли сахар соответственно урожай был меньше получен сахаристы чуть-чуть упала и так далее но и мировые тенденции привели к тому что сейчас сахар опять и там бы по 500 долларов за тонну продают то есть волатильность большая этого рынка но тем не менее сахар стал выгоден поэтому не то что не банкроты но мы стараемся максимально нарастить больше чтобы больше произвести сахара и больше его потом продать опять же на экспорт но мы не забываем конечно внутренний рынок в этом году чтобы снять всяческие опасения первое у нас красной линии всегда идет обеспечение собственных потребностей у нас где-то триста шестьдесят тысяч тонн на годовая потребность в сахаре вот мы вот эти все запасы держим на заводах на складах и так далее правда ажиотаж на сахарном рынке привел к тому что даже на в наличии остатки вот этого сахара который сверх этой нормативы они все законтрактованы в китае в россию и так далее поэтому сейчас каждая крупица сахара она уже расписана и то есть сахар в этом году как никогда выгоден и востребован то есть хоронить сахарную отрасль рано я думаю рановато да наверняка смотрели фильм наших коллег из унт про попытку госпереворота как вы относитесь к тому что нашего президента на его семью готовилась покушение знаете тут кроме возмущение наверное ничего сказать невозможно любое наверное мы все против насилия даже тех кто ходил с флагами с другими по улице они были категорически против насилия над другими людьми над ними и тут такой поворот неожиданный да поэтому убийство даже попытка покушения на убийство на наверное не имеет никакого оправдания и любого человека и она даже не попадает ни под какие общечеловеческие ценности категорически это все наверное достойно осуждения тем более когда оговаривается убийство лидеры государства главы государства ну это наверное возмутительный вдвойне втройне а то и в десятой степени поэтому но я так думаю что вот этот фильм не последний это одно из очередных разоблачений и мы еще многие вещи узнаем впереди дано и ужаснемся еще не все пока можно сказать нашим спецслужбам и я так думаю что мир все таки устроен намного сложнее чем кажется на первый раз и всегда нужно иметь трезвую наверное голову и не поддаваться эмоциям как бы это тяжело не было последнее время в магазинах подскочили цены на мясо птицы а в некоторых случаях курица стоит столько же сколько свинина в чем причина такого роста стоимости тенденция на продукты во всем мире растет потому что в мире начинает прятать дефицит и от производителей надо даже на том предприятии которым находимся все составляющие вот этой курицы которые входят себестоимости они выросли белковая составляющая комбикорма сами комбикорма ветеринарные препараты и так далее и так далее поэтому как бы логично было поднимать и цену на курицу но у нас есть и поручение главы государства что социально значимые товары нужно регулировать может это не очень популярны с точки зрения таких вот экономических подходов но принято сотая постановление которым мы регулируют вот цена именно на тушку курицы поэтому с тех пор уже месяц тушка курицы не росла и не растет и пока расти не будет поэтому можете быть спокойно разделка в тушке когда отдельно продается бедрышки так далее там есть плюс на повышение цены на сама тушка как и большое количество социально назначенных товаров они регулируются государства стоит лишь дать того что цены на курицу все-таки поползут вниз время покажет я думаю почему бы нет посмотрим как будет складываться конъюнктура рынка но по крайней мере в производственной мощности и те объемы на которые мы хотим выйти в этом году именно по производству мяса птицы они позволяют как минимум удерживать по данным уровне стоимость пушки курицы белару сходит в пятерку мировых экспортеров по экспорту молочных продуктов вы не стали пандемия коррективы по поставкам наши молочки за рубеж и сможем ли мы удержать такую высокую планку несмотря на к вид мы уже удержали и не только удержали но и приподняли к вид конечно на порядок осложнил и освоение других рынков потому что любое вхождение в новый рынок это переговоры длительные это обмен различными делегациями обмен инспекциями это целый такой достаточно сложный многоуровневый процесс и только потом входит товар а товару еще нужно занять полку захватить и навязать хорошем смысле это потребителю местным к его менталитету привязаться и так далее поэтому очень непросто особенно в этот год было в 20 оставаться на тех рынках но мы не только смогли остаться но мы прибавили прибавили больше четырех процентов и собрались чтобы быть точным около 5 8 миллиардов долларов заработали на внешнем контуре но и даже этот год начавшийся он показывает что правильная где-то и стратегия была выбрана и усилий эти не пропадают мы не только в 116 стран торгуют но мы даже уже в первом квартале 21 года почти полтора миллиарда долларов уже заработали на на внешних рынках на экспорте и даже хорошему прошлому году мы заработали более 70 миллионов долларов сверху на экспорт как раз таки про экспорт и диверсификацию рынков много говорим и даже с гордостью заявляем о том что наша продукция поставляется 116 стран мира тем не менее 70 процентов экспорта завернута на россии и менее 30 и приходится на эти 116 стран почему такой дисбаланс ничего необычного нету российский рынок был для нас всегда премиальным по ряду причин во первых исторически наработанные связь одна ментальность один язык даже для переговоров очень похожие требования ветеринарным каким-то вещам единые ветеринарные сертификаты ну и наработанные исторические связи по которым еще наверное предшественники директоров хозяйств который директоров заводов которые работают сейчас они договаривались с россией туда шло ну и еще одним немаловажным будет являться цена то есть этот рынок для нас очень ценен очень вкусен потому что цена как правило даже чуть выше чем на других рынках будь то китайский арабский и так далее но слову сказать что мы не делаем ставку на один рынок слово диверсификация произнесли еще буквально может лет пять назад на россию приходилось 95 процентов всего нашего экспорта мы пытаемся на этом рынке удержаться и сохранить те объемы а еще чаще и приумножить их но мы идем и на другие рынки и идем более интенсивно китай сейчас очень хорошо прошел арабский мир тоже халяльную продукцию пытаемся поставлять это предприятие одно из передовых которые поставляют свой продукт именно на мусульманский но и за счет того что увеличивается весь объем экспорта и больше мы прирастаем на рынках третьих стран сжимается процент российский то есть не то что мы уходим с этого рынка мы на нем остаемся но мы прирастаем более интенсивно за счет китая за счет других стран на протяжении почти двух лет вы были министром по промышленности агропромышленного комплекса евразийской экономической комиссии на ваш взгляд что сегодня помимо пандемии тормозит интеграцию этого самого экономического союза в первую очередь тому что каждая страна участница а их пять у нас в союзе пока она имеет свои национальные интересы и зачастую ставится национальные интересы впереди всего то есть потом мы думаем о каком-то общем благе сначала нужно хоть чуть-чуть настоять свою и вроде бы это логичный и правильно и мы иногда за счет вот такого можно сказать недальновидности мы можем потерять какое-то большое союзное значение это в каждом вопросе по созданию транснациональных корпораций было и по доступу к общим рынкам доступа госзакупкам то есть везде все равно каждая страна пытается отжать какие-то свои интересы не получается ли это как той самой басни лебедь рак и щука вы знаете не получается потому что просто получается тянуть в одну сторону этот воз но просто он очень медленно разгоняется а когда уже поехали в одну сторону тогда все уже в унисон и все работают сообща но в целом на пятерку вот у нас союзное государство там договориться в разы проще потому что на двойку легче договариваться два всего вопроса могут быть а тут уже пять уже каждым надо особенность и у каждого своя ментальность и у каждого своя какая-то истина и у каждого свой интерес поэтому вот я думаю что все таки наверное это основное ну и самый главный вопрос что лично для вас является вопросом номер один знаете наверное нету такого что что-то более важно что-то менее важно наверное общечеловеческие какие-то ценности до спокойно работать получать достойную зарплату видеть родителей общаться с семьей хотя бы обедать раз в день наша ценность белорусская наверное семья и семейные ценности это основное дети родители ничего нового я вам не придумал ведь все как было сто лет назад тысячи лет назад так и сейчас все остается на то мы стоим аптека улица фонарь да точно спасибо за беседу а